Добрый и сразу попрошу ваши комментарии о том, как реагирует Россия на отставку Джонсона и в целом ваши мысли по поводу ухода британского премьер-министра с его должности. Я сегодня внимательно почитал британскую прессу, новости CNN, в отношении там статьи, есть комментарии. Я читал последнюю речь Бориса Джонсона в парламенте. Ну что я могу сказать, я завидую англичанам. Вот так вот менять правительство, менять премьеров, премьеры сами уходят, когда почувствуют неуверенность в своих силах. Я просто напомню, что Борис Джонсон привел консерваторов к победе, которой не было с 1979 года. Это лучшие выборы для консерваторов. И тем не менее он уходит, уходит под давлением некоторых там внутренних противоречий, вот скажем так. Но он уходит, назначив правительство, он уходит, сохраняя собой на какое-то время пост премьер-министра до избрания нового лидера партии. Что там в Британии произойдет и чего там не будет? Там не будет выборов. Дело в том, что консерваторы имеют сейчас большинство. Это большинство путем там определенных процедур изберет своего нового лидера. И этот новый лидер будет избран премьер-министром Британии. Что касается курса Британии на Россию, поддержки Британии и Украины, украинской независимости и свободы, ничего абсолютно не поменяется. Вот так что все эти радости российской политической элиты, вот этой вот путинской элиты, кремлевской элиты, они абсолютно беспочвенные. Абсолютно беспочвенные. Более того, уходя, Борис Джонсон сказал, что он отдаст все силы помогать новому лидеру в выстраивании всех отношений. Он, кстати говоря, прощаясь, сказал, что самые три важные достижения, которые принадлежат консерваторам, как он сказал, И одно из этих трех – это определение позиций Британии в выстраивании жесткой, принципиальной, абсолютно последовательной позиции по поддержке Украины в ее войне против мирового узла, коим является режим Путина. Так что британцы разберутся, они там сами отстроят свои отношения, они сами найдут нового лидера, они сами его изберут, они будут вести политическую борьбу. Для России никаких принципиальных изменений в курсе Британии не произойдет. Вот это надо понимать везде во всем мире, это надо понимать россиянам, которые являются жертвой какой-то пропаганды. Вот поэтому Борис Джонсон никуда не уходит. Да, он сказал, что, конечно, мне очень жалко покидать эту лучшую работу в мире постпремьер-министра, но я считаю, что незаменимых людей нет. Я уверен, что мы найдем нового лидера, достойного, который сумеет достойно встретить вызовы современности, продолжить курс и вести Британию по пути прогресса и процветания. Вот примерно этим закончилась речь Бориса Джонсона в парламенте. Его провожали очень тепло, потому что все понимали, что это очень мужественный поступок честного, откровенного, искреннего человека. Ну вот, собственно говоря, все, что я могу сказать по этому поводу. Поэтому радость всяких песковых и им подобных фигур, которые не оставят от себя никакого следа, кроме, извините, изражения, мерзопакостной памяти об этом периоде, они не оставят никакого следа о себе, кроме зла, несчастья, проклятия и так далее. Вот эти люди, они вообще не достойны рядом с Борисом Джонсоном, с Борисом Джонсоном стоять. Уж по моральным, нравственным качествам они с ней не могут сравниться никак. Но вот, тем не менее, они сейчас радуются. Они пытаются выдать желаемое за действительное. Это абсолютно не соответствует действительности. Это абсолютно ничего из их ожиданий не сбудется. И мы с вами это очень скоро увидим. Но по срокам я просто еще раз напоминаю нашим зрителям и слушателям, что новый лидер у консерваторов появится не раньше конца октября. До этого и до этой поры будет работать в Британии кабинет министров, сформированный Борисом Джонсоном последние дни. И тот, который, в общем, будет выполнять ту политику, которую вел Борис Джонсон все эти годы. Еще одна тема, по которой я хочу услышать ваше мнение. Россиян будут сажать на 20 лет. Госдума приняла в третьем чтении закон, приравнивающий переход на сторону противника и военные действия против интересов РФ к государственной измене. Ужесточается и статья о наемничестве. Вербовка, обучение, финансирование и использование наемника в военных действиях будут наказываться лишением свободы на срок от 12 до 18 лет. Кроме того, законом вводится уголовная ответственность за участие в нежелательной иностранной организации не только на территории, но и за пределами России. А также дополнительное наказание за сотрудничество с иностранными спецслужбами и публичные призывы к деятельности, направленные против безопасности РФ. Как вы думаете, будут ли такие прецеденты, которые будут подпадать под действие этого закона, в частности в войне против Украины? И где предел вот этих тисков кремлевского режима? Предел его только в его крахе. Это будет до тех пор, пока путинский режим не рухнет. Он будет сволочить, он будет звереть, он будет терять всякие остатки мнимой даже приличности. И финиш это только его крах. Они будут закручивать гайки дальше, они будут объявлять всю, любую деятельность, любое слово, любое, так сказать, мнение, как уголовное преступление. Мы это уже проходили, мы это знаем по 30-м годам, когда за все, что угодно, можно было потерять жизнь. Сейчас пока этого нет, пока, но ключевое слово здесь, ключевое слово пока. Мы не знаем, чем закончить путинский режим, потому что еще полгода назад, или там 4 месяца назад, он не был кровавым, по большому счету. Он был преступным, он был воровским, он был коррупционным, он был, так сказать, много там, чем можно сказать, но он не был кровавым. Сейчас он кровавый режим, развязавший войну. Мы не знаем, чем они закончат, но вот совершенно очевидно, что пределы ограничены сроком нахождения Путина у власти. Тем временем российские власти приняли законопроект, заставляющий бизнес работать на армию. В Кремле сменили трудовой кодекс. В частности, временно расконсервировали мобилизационные мощности и объекты, разбронировали материальные ценности Государственного резерва, а также узаконили сверхурочный труд в отдельных организациях. Речь идет о переработке, работе в ночное время, выходных и праздничных днях. Закон предусматривает, что предприятия не могут отказаться от заключения контрактов в рамках государственных закупок и оборонного заказа. Депутаты Госдумы уверены, мол, отечественные предприятия не будут иметь никаких убытков от новых правил. Что это за законопроект, который заставляет бизнес работать на армию? Мы понимаем о том, что мобилизация скрытая, видимо, это тоже какой-то законный, скажем, условно-законный способ перевернуть как-то ситуацию, чтобы и предприятия работали на армию. Нет, нет, нет. Смысл совсем другой. Так. Дело в том, что многие предприятия не хотят попадать под санкции. Они могут попасть под санкции, сотрудничая с военно-промышленным комплексом, компаниями, которые туда входят, с организациями, которые уже находятся под санкциями. И поэтому они бы, может, и не хотели связываться, но их обязывают законам. Поэтому у них сейчас развилка такая. Либо ты попадаешь под санкции, что возможно, и попадаешь так здорово, что это на многие годы, если навсегда. Но либо ты попадаешь под статью Уголовного кодекса, отказывая правительству России ее структурам. И там что правительство? Ну, там какой-нибудь Ростех. Ростех под санкциями. У Ростеха 3000 предприятий. Вот откажешься с ними сотрудничать, тебя под статью поставят. Хотя Ростех – это кормушка, это расхищение, воровство там развитое в высочайшей степени. Это мне не понаслышке известно. Вот поэтому я привожу пример Ростеха. Там может быть и другая какая-то корпорация, компания. И люди не хотят связываться с этим, потому что они могут попасть под санкции, как говорится, испортить себе жизнь, карьеру. Судьбу, биографию. А вот закон теперь их обязывает. Попробуй откажешься, откажешься, мы тебя посадим. Вот, собственно говоря, это ключевой момент. Потому что, ну, в принципе-то, от денег никто не отказывается, от заказов никто не отказывается. Если это не сопряжено с какими-то другими тяжкими последствиями. Я расцениваю это именно вот таким образом. Ну, собственно говоря, кодекс нужно было поправить, чтобы рабочие могли работать и в три смены, и перерабатывать. Потому что кадров не хватает. Катастрофическая ситуация с профессиональными кадрами в оборонном комплексе. И станочников не хватает, и конструкторов не хватает, инженеров не хватает. Там никого не хватает. Там средний возраст конструкторов был, там, мне, если память не изменяет, то ли 63, то ли 67 лет. Поэтому, как бы так сказать, тех, кто есть, и тех, кто может работать, хотят заставить работать там в две смены. Ну, вот для этого. То есть идет сейчас закрученный гайк по всем статьям. Это будет продолжаться до тех пор, пока созданная Путиным репрессивная машина будет при нем существовать, оправдывается свое существование борьбой с врагами народа до тех пор, пока Путин в Кремле. О чем еще хотела у вас спросить про Финляндию? Там приняли закон, который позволяет построить стену на границе с Россией. Парламент проголосовал за принятие закона об усилении мер безопасности на границе с Россией. В частности, Хельсинки смогут возвести забор, пишет агентство Reuters. Кроме того, финские власти теперь смогут отказывать поросителям убежища в случае исключительных обстоятельств. Как вы считаете, ваш прогноз, может ли действительно на российско-финской границе появиться эта стена и усугубятся ли в будущем отношения со страной, которая вот-вот станет полноценным и полноправным членом НАТО? Ну, мы видим и так резкое ухудшение российско-финских отношений. Ведь я, на самом деле, очень много бывал в Финляндии. Ну, как, на зимние каникулы мы ездили в свои там компании. И, в общем-то, это было массовое явление. Очень много граждан России проезжали на зимние каникулы, не только на зимнюю Финляндию. Да, никаких проблем не было, ходили электрички, можно было пересекать границы на машине без всяких проблем. Сейчас они отгораживаются от нас стеной, потому что понимают, что с такой безумной страной лучше держаться от нее подальше, лучше воздвигнуть какое-то препятствие. Забор всегда является препятствием. Ну, вспомните Великую Китайскую стену, которая защищала столетия Китая от различных там завоевателей. Вспомните Берлинскую стену, воздвигнутую, правда, по другой причине. Чтобы железный занавес уже был в таком натуральном виде, что ли, я бы сказал. Вспомните желание Трампа построить стенку на границе с Мексикой, чтобы избежать больших проблем с миграцией нелегальной. Ну, где у нас еще стенки строят? Еще где-то есть, по-моему, в Израиле, воздвигли стенку между арабскими кварталами и еврейскими, чтобы там не было столкновений и каких-то террористических вылазов. То есть, стена по-прежнему, даже в наше современное время, она выполняет роль серьезного инженерного заграждения препятствия. Поэтому, я думаю, что финны будут это делать. Они помнят 1939 год, они видят, что сейчас происходит в 1922. Мне кажется, что у них никаких иллюзий на эту тему нет. Что от России надо держаться подальше, пока Путин в Кремле. Пусть лучше стоит стенка. Поменяется власть, стенка исчезнет. Но сейчас она, скорее всего, нужна. Еще у нас остается не так много эфирного времени. Хочу вас спросить про такую таблоидную новость о том, что от заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева ушла жена. По крайней мере, об этом сообщают российские СМИ. Причем, якобы, инициатором развода была сама Медведева. А одна из причин, о которой говорят журналисты, это нестабильное психическое состояние политика. Мол, из-за ухода из правительства, снижения аппаратного веса, он начал писать истерические посты в поддержку войны против Украины и постоянно угрожает Западу. Последнее совместное появление супругов на публике произошло в январе 2020 года на богослужении в Москве. И с тех пор их вместе не видели. Допускаете ли вы, что жена действительно могла уйти от Медведева по причине его нестабильного психического состояния? Я вот просто представляю, как она должна была об этом сказать. Слушай, ну ты истероидный, потерявший там какой-то политический вес человек, я от тебя ухожу или как? Как в этих кругах это происходит? Возможно, вы подскажете. Вы не политизируете уж семейные отношения. Я думаю, что она просто недовольна тем, что уходят слухи, что он пьет. И пьет очень здорово. И якобы даже там охрана его много раз воспитывала, заставая из совершенно неприличного состояния, когда он должен был появиться на публике. Вот. Ну, наверное, он действительно нестабильный психически. Может быть, у него там кризис жанра. Он там все-таки был президентом, был председателем правительства. А сейчас он никто и звать его никак. И кличка жалкий, который к нему сейчас прилепился. Вы знаете, что у него кличка жалкий? Не настолько я владею такими подробностями. Ну да, я вот вынужден настолько владеть, что если написать, что жалкий туда-то поехал, не нужно объяснять, кто это, понимаете? Особенно если жалкий, берешь слово в кавычках. Поэтому, наверное, какой-то там психический надлом может быть даже... Может, не психический, а просто вот такое какое-то состояние депрессии. Каждый человек может спасть депрессию. Ну и жена может уйти в этот момент, конечно. Но вообще, если по-честному, там жены должны от них от всех уйти. Они тоже чокнутые. Причем, я думаю, полагаю так, что уже близко к медицинскому диагнозу, близко к психиатрическому состоянию. Мне кажется, что там врачи-врача, как говорится, врача в Кремль, как можно больше туда врачей, чтобы они там проверили всех на психическую полноценность. И я думаю, что там половина тестов точно не пройдет, психическая неполноценность. Они же совсем с ума сошли. Поэтому, мне кажется, должно быть массовое бегство жен от кремлевских чиновников. Потому что, ну, конечно, деньги у них есть. Тут же Медведев, он живет в шоколаде, да, и денег у него немерено. И кроссовки он там заказывает десятками. И уточек, так сказать, в домике своим держит в умении шикарно. Все у него хорошо, но жить с таким человеком, видим, очень сложно. Поэтому, мне кажется, что вообще жены должны сейчас бежать от своих вот этих чиновников, мужей, которые близки Путина. Потому что у них коллективное острое сумасшествие в буйной форме. А вот мысль о том, что он пьет и при этом сильно, мы тоже ее слышали и видели в публичном пространстве, вы ее допускаете? Нет, почему нет-то? А что вы думаете, он там какой-то особый материал, что ли, сделал? Медведев. Ну, я не видел, чтобы он там продемонстрировал какие-то, что он там увлечен спортом или еще чем-то. Ну, Путин хоть там то на лошади скакал, или на баранах, уж не помню, на комы. То там со стерхами летал, говорят, как раз и позвоночник повредил. В результате неудачно жесткого приземления. Ну, и так далее. А этот наш Медведев-то, он ничем, никакими там успехами-то не отмечен. Кроме того, что там держал один раз бадминтонную ракетку, говорят, два раза по валанчику попал. Вот, ну, вроде я там не слышал, что он какой-то там выдающийся спортсмен. Ну, какой-то хотя бы заядлый физкульптурник. Что, может, я не знаю, я не знаю. Может, он пьет, а может, он трезвый. Но вид-то у него, конечно, все время помятый. Но я не знаю, правда, может, у него тоже помятый вид. Я, правда, сейчас после тренировки. Только что со спортзала полчаса назад вышел. Вот, по крайней мере, это подтверждается объективным показателем прибора. Но у него вид действительно помятый, какой-то совершенно такой невменяемый. И то, что у него истерика с этими постами, твиттерами, со всеми этими высказаниями. Он, в общем-то, не такой. Я его немножко знаю, не то чтобы хорошо, но мы с ним в каком-то формате там встречались. Он, в общем-то, конечно, профессорский сынок, по большому счету. И ему, видимо, вот это нетипично, вся вот эта грубость, хамство. Вот эти вот истерические посты, твиты и так далее. Ну, может быть, вот этот надлом у него, да, действительно привело к тому, что алкоголь – хорошее средство для психической компенсации, для временного выхода из депрессии. Я не знаю, я не буду врать. Слухи ходят достаточно упорные, упрямые. Вид у него действительно похож на то, что его достали из какого-то там не очень хорошего состояния и привели в божеский вид по-быстрому. Не знаю. Но в любом случае, я не понимаю, там, как у них сейчас семейные отношения, потому что если мы возьмем Путина, он там поздравляет всех, там, с днем семьи. Но это все смотрится как кочунственно, потому что у него ни семьи, ни детей. По крайней мере, он об этом нигде не заявляет. И мы не видим каких-то там родственных чувств. Единственное, я помню, что он какого-то мальчика поцеловал, но уж не знаю, что его там на это сподвигло. Ну, ни своих дочерей мы не видим, чтобы он там обнимал, целовал, ни жены у него нет так официальной никакой, ни своих там детей он называет этой женщиной. Ну, то есть мы не видим в нем человеческих чувств. Видимо, может быть, все вот это передается, вся эта зараза, взаимоотношения нормальных человеческих, отсутствие, вернее, этих человеческих отношений, передается там каким-то образом его окружению, может, какое-то у них заболевание там. Ну, сейчас, говорят, Песков с Навкой разводится, этот Винар с Усмановым. Там какая-то череда разводов. Ну, я думаю, что сейчас стрессовая ситуация в российско-политическом вот этом эстеблишменте. Там, я думаю, что это все отражается на личных отношениях. Поставим тут три точки, понаблюдаем и за этими семейными перипетиями в том числе. Геннадий, спасибо вам большое за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Спасибо вам за комментарии. Геннадий Гудков, российский оппозиционер был.